Здравствуйте! Сегодняшняя тема это Катасетумная группа. Тема интересная, тема не простая. Видео, видимо, получится немножко большим. Но я думаю, что всем нам стоит узнать, что знает и что думает о Катасетумах Фред Кларк. Наша подписчица и подруга Лена Шилова была на встрече с Фредом Кларком. И по моей просьбе, и вообще по нашим просьбам. И сама она хотела спросить кое-какие вещи о Катасетумах и о других орхидеях. Но про другие орхидеи будут другие видео от других людей. Прислала мне список ответов на эти вопросы. Итак, ответы от Фреда Кларка на наши вопросы. Как понять, что новый побег, новая псевдобульба закончила рост и готова к цветению? И как ухаживать на этом этапе развития растения за Катасетумом? Имелось в виду поливать как обычно или устраивать просушку? Ответ Фреда. У Катасетумов, в отличие от других псевдобульбовых, то есть симпозиальных орхидей, псевдобульбы формируются сразу по мере роста. К моменту оформления псевдобульбы, два последних листа размещены как раз на макушке псевдобульбы. Это данный пример. Вот, посмотрите. Видите? Вот эти два листа. Вообще-то этот Катасетум уже собирается, насколько я понимаю, на покой потихонечку. Они очень большие, мне неудобно их держать. Итак, остановка роста этих двух стоп-листов. Вот эти два стоп-листа. Опять же, показываю. Вот они. Остановка роста этих двух стоп-листов и означает окончание роста псевдобульбы. То есть псевдобульба закончила рост. Она не будет больше расти в длину, не будет выдавать больше новых листьев. Вот эта граница, два последних стоп-листа. Но псевдобульба сама продолжает наливаться. Полив с удобрениями, обычный, по мере просыхания субстрата. То есть вот на данном моменте можно уже полить мой Катасетум. Субстрат практически подсох. У него сфагнум. Но так как растение уже стало крупным, оно быстро выпивает воду. Полив постепенно снижается к началу января. В северных странах, вот в Северной Америке в данном случае, рекомендуется прекратить полив к Рождеству. Но у нас тепло, светло. У меня даже в декабре 10 часов с годового дня. То есть может быть чуть-чуть задержаться растение. Это моя собака чихает. Может задержаться растение, уйти на покой. Обычно зацветает растение на 3 или 4 псевдобульбе. Вот в данном случае пример другого. Это Ах, Фред Каларкиара, Автодак. Произведение самого Фреда Кларка. Если кто-то помнит ту историю, мне пришли. Причем заявили, что растение от Швертера в возрасте цветения. Здесь была одна еще малюсенькая псевдобульбочка. И вот эти 3. Вернее, этой псевдобульбы не было. 2 псевдобульбы пришло. Первая отпала. Вот эта выдала новенькую маленькую псевдобульбу. Она очень поздно пошла в рост. Что-то, по-моему, чуть ли не к лету. Ну и вот в этом году наконец-то сформировалась вот такая вот февдобульба. Я ожидаю, что все-таки она мне выдаст что-нибудь. Уж больно тут соблазнительный уголочек у нее. И, ну, что поделаешь, они у меня падают. Не удержится такое растение. И пример вот этот же Катасетум. Можете посмотреть предыдущие видео о нем. Здесь тоже была одна маленькая псевдобульба. Она отвалилась тоже. Была вот эта псевдобульба. Это в состоянии роста. Затем вырастила вот эта тоже очень поздно. И вот эта четвертая сейчас получается. Потому что первая отпала. Она процвела прекрасным цветением. Великолепным просто цветением процвела. Можете тоже посмотреть видео, кому интересно. Пришлось облокотить их, потому что, ну, никак не стоят нормально. Итак, стоит ли отделять новую псевдобульбу цихнотиса, которая выросла посредине старой, очень высоко от грунта? Есть и такой пример у меня. Это новый цихнотис, который мне привозила весной Света Вайсгербер. Я его покупала. То есть я не помню, где я его покупала. Света мне его подарила потом. Оплатила, то есть его. Вот видите. Есть видео о том, как Света сажала этот цихнотис. У него, минуточку, одна псевдобульба выросла нормально, новая. А вторая выросла, вот как вы видите, начался рост сначала. Вон там внизу. Минутку. Видно? Вон рост начался. Но он замер и, по-моему, подсох. И затем вырастила с другой стороны абсолютно середина псевдобульбы. И вопрос был как раз вот о таких псевдобульбах, которые растут не от основания другой псевдобульбы, а где-то с середины старой псевдобульбы. Итак, ответ. Если новая псевдобульба растет... Вернее, вопрос. Если новая псевдобульба растет с середины старой псевдобульбы, отделять ее или нет? Может быть, нужно положить ее на субстрат, а если она длинная, то как положить? Если корни у старой псевдобульбы живые, как положить новую псевдобульбу и старую, чтобы не повредить живые корни? Ответ Фреда. Отделять новый побег, новую псевдобульбу от материнской нельзя. Деленка должна состоять не менее чем из двух полноценных уже сформированных псевдобульб. У здорового растения новый рост всегда идет от основания псевдобульбы. Новый рост побега, новая псевдобульба идет всегда от основания псевдобульбы. Если побег, новая псевдобульба растет выше основания, то можно эту псевдобульбу положить на субстрат или утопить в субстрате старую. Если псевдобульбу положить на субстрат, то лучше использовать пластиковый контейнер и новозеландский мох. Чилийский не рекомендуется, так как он быстро разлагается и окисляется. Если решили утопить псевдобульбу в субстрате, вот допустим как... Нет, не на этом примере. Минутку. Здесь у меня не Катасетум, здесь у меня Чизис. Тоже посадка Светы Вайсгербер. Не моя посадка, не буду обманывать. Итак, просто здесь можно показать этот пример, где старая псевдобульба утоплена в грунт. Если мы хотим вот так посадить и утопить псевдобульбу, старую Катасетуму, у которого новая псевдобульба растет в середине, мне пришлось вот здесь даже подвязать, видите, и подкладывать мох, потому что корни подсыхают, то в качестве субстрата лучше всего использовать архиату. Мох в таком случае не рекомендован, может загнить та псевдобульба, которая заглублена. То есть, если у нас есть нужда прикопать псевдобульбу, мы сажаем в архиату. И ни в коем случае не в мох. Как поступить с новым побегом, который вдруг начал расти на цехнодесе, тоже с середины псевдобульбы, в то время, когда основной молодой побег уже заметно вырос? Вот так же произошло здесь. Этот был уже крупненький, и затем пошла вот эта псевдобульба. Ответ от Фреда. Если псевдобульба дает два новых роста одновременно, то это нормально. Удалите тот, что меньше и слабее. Если оставить оба, то можно не дождаться цветения. Но если у псевдобульбы появляется новый побег уже после развивающегося, то это, как правило, означает проблемы с первым побегом. Обычно первый побег уже не зацветает. То есть, в нашем случае возможно, что вот эта псевдобульба не зацветет. Посмотрим. Один из членов орхидейного сообщества сказал, что у него молодая псевдобульба дала 10 молодых побегов. Ему пришлось удалить 9, и остался один самый сильный. Не знаю, рука не поднимется у меня, наверное, такое сделать. Иногда вместе с молодой псевдобульбой могут дать новые побеги и старые псевдобульбы. Это нормально. В таком случае можно оставить по одному побегу на каждую псевдобульбу. Четвертый вопрос. Продолжат ли поливать катасетумные, если они не собираются спать и не сбрасывают листья? Ответ. А падение листьев – сигнал к прекращению полива. Плановый полив прекращается к 1 января даже при наличии листьев. Полив голых псевдобульб должен быть произведен только если старые псевдобульбы начинают морщиться. Один из членов орхидейного сообщества, текст Леночкин, с небольшими, совсем с небольшими изменениями. Один из членов орхидейного сообщества продемонстрировал катасетум с прекрасным цветением, который никогда не засыпает зимой и удобряется круглый год. Фред рекомендовал все равно прекратить его полив к Новому году в этот раз. Фред сказал, что рано или поздно этот катасетум начнет вырождаться при отсутствии зимнего отдыха. И тогда хозяин катасетума признал, что цветы начали мельчать, на что Фред сказал, что это уже первый сигнал к вырождению. Я не делаю видео от первого лица, чтобы не вводить никого в заблуждение. Я не сама разговаривала с Фредом, с ним разговаривала Лена и Елена Шилова. Поэтому текст от первого лица от Лены. Пятый вопрос. После того, как старая псевдобульба вырастет новую, она на будущий год сможет выдавать новые росты или будет просто кормовой базой? Ответ от Фреда. Старые псевдобульбы могут давать новые побеги. Но обычно псевдобульба живет 3 года. Обычно после трехлетнего цикла, после формирования очередного нового роста, она становится мягкой, может быть удалена. У одного из его катасетумов 4 старых псевдобульбы и все плотные. Что лучше использовать для обработки от паутинного клеща? И как часто вопрос очень-очень наболевший. У меня, например, паутинный клещ это нелюбимое занятие на всех растениях. На катасетумы нападают не паутинный клещ, а какой-то другой, какой я не обнаружила. Для Соединенных Штатов и Канады рекомендуется сейфер. А для других стран это обычное зеленое мыло. То есть можно простым мылом разводить его и опрыскивать или промывать. И протирать, вернее, листики. Фред сказал, что если после этих препаратов насекомые или клещи не исчезли сразу, то это не значит, что препарат не работает. Просто в теплую погоду паутинные клещи размножаются очень быстро. И нужно произвести не менее пяти обработок с перерывами в пять дней. Обработку лучше произвести, перевернув растение вниз кроной и обильно сбрызнуть препаратом с обеих сторон листа. Видео получится действительно длинным. Седьмой. Чем обусловлена разница в развитии одинаковых на старте растений? То есть два растения у нас одинаковых на старте, но одно развивается очень-очень быстро, а второе замедленно. Точный ответ на этот вопрос не существует. Это может быть и генетика, и скрытые насекомые, и скрытые вирусы. Может быть было холодно, или больше света нужно, меньше света нужно. Восьмой вопрос. Сколько псевдобульб должно быть для цветения? Ответ. Растения должны цвести на третьем или четвертом побеге, то есть на третьей или четвертой псевдобульбе. Елена приобрела у Фреда растения с одной старой, одной молодой, уже сформированной псевдобульбой. Фред сказал, что эти растения могут потенциально цвести через год-два. То есть на третьей или четвертой псевдобульбе. Поэтому, если ваш кокосед умный не зацветает, то у него вполне возможно еще мало псевдобульб. Вот такие были вопросы нашей Лены Шиловой к Фреду Кларку и ответы от Фреда. Думаю, что они будут очень даже полезны всем нам. Спасибо. Если я что-то плохо объяснила или путанно объяснила, пожалуйста, напишите. Я попробую исправить положение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...